Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот день призван напомнить младшему поколению о своих родителях, родственниках и просто соседях пожилого возраста. О том, какие мероприятия в честь праздника прошли в Смоленской области и что интересного произошло в Десногорске, смотрите в выпуске. Все это вдохновляет и молодит нас. В городе прошел фестиваль творчества пожилых людей. Мы представляем маленький город и для нас это большая гордость и большое имеет значение выступление в таком крупном турнире. Встреча на паркете. Область готовится к чемпионату Центрального федерального округа по баскетболу. Правильно ли ребенок соблюдает, вы не соблюдаете право дорожного движения при перевозке детей? Госавтоинспекция и родительский патруль убедились в безопасности детей на дорогах. Подружились и стали командой. Одна единая. Проект «Русатом вместе» объединил молодежь в Десногорске. Прямо сейчас в событиях и других новостях подробнее. 1 октября во всем мире отмечается День пожилого человека. Этот праздник появился в 1991 году по решению Генансамблеи ООН для привлечения внимания общественности к проблемам людей старшего возраста. И в России этот день достаточно популярный. В преддверии праздника 28 сентября в Центре культуры и молодежной политики прошел 5-й юбилейный фестиваль художественного творчества пожилых людей. Подробности далее. Фестиваль прошел под названием «Душой вечно молодые». В нем приняли участие 9 человек. Цель фестиваля – поддержать талантливых и одаренных десногорцев, объединить пожилых людей между собой, вовлечь в творческую деятельность и популяризировать песни советских композиторов. Вероприятие организовано Центром культуры и молодежной политики при поддержке администрации города и Смоленской атомной электростанции. В рамках фестиваля были предусмотрены 5 номинаций – художественное чтение, инструментальное творчество и две специальные номинации. 75 лет со дня освобождения Смоленщины в этой категории необходимо было представить на суд зрителей произведения на патриотическую тематику. И последняя номинация была посвящена столетию комсомола. Участники этой категории исполняли самые популярные комсомольские произведения. Выступления участников фестиваля не оставили зрителей равнодушными. Они с удовольствием танцевали под песни и одаривали выступающих бурными аплодисментами. Хорошо выступает вообще, неожиданно, но приятно. Так что спасибо, спасибо организаторам. Я люблю русские песни и потом много друзей здесь у нас. Поэтому за компанию пришли поддержать, поболеть за наших участников. Душа поет в честь комсомола, в честь 75-летия Смоленщины, победы над фашистами. И день пожилого человека, хотя его так называют, но он не день пожилого, а день молодого человека. Потому что мы молодеем, когда двигаемся, танцуем, поём, слушаем песни. Всё очень прекрасно. Всё это вдохновляет и молодеет. Активная жительница нашего города, председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова была награждена благодарственным письмом от Департамента Смоленской области по социальному развитию за неравнодушное отношение к судьбам людей, за терпение и ответственность в решении общественных проблем города. В завершении фестиваля участники были награждены дипломами и подарками. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ Ветераны труда Десногорска – любители активного отдыха. Три раза в неделю они занимаются в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. В группе более 40 человек. Самому возрастному участнику тренировок Алексею Силантьеву 85 лет. По его словам, именно занятия лечебно-физической культурой помогают ему оставаться в хорошей форме. Для ветеранов такие тренировки важны еще и тем, что у них появляется прекрасная возможность пообщаться друг с другом. Вступить в ряды любителей здорового образа жизни очень просто. Более подробную информацию можно узнать на вахте физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. Услышать его из Силены не переживайте. Десногорск с 1 по 3 октября участвует во всероссийских учениях. В ходе штабной тренировки планируется проверить готовность сил и средств гражданской обороны. В практических мероприятиях будут задействованы Смоленская атомная станция и медсанчасть 135. На минувших выходных прошел турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный Дню освобождения Смоленщины. Наши баскетболисты встретились с сильнейшими командами области. Как проходили игры смотрите в следующем сюжете. В турнире приняли участие четыре команды. Это Покровский паровоз, Техстрой, СФМИ и САЭС «Динамо-Росэнергоатом». Игры проходили по круговой системе. Каждая команда провела три встречи. Всего было сыграно шесть матчей. На площадке спортсмены показывали настоящий характер. Бились до последнего и порой на играх было очень жарко. После плодотворного летнего сезона 3 на 3 команды перешли на игры пятерками. Баскетболисты усиленно готовятся к старту областного чемпионата. Поэтому матчи были очень важны для всех команд-участниц. Игроки присматриваются к сопернику, выделяют сильные и слабые стороны. Однако явным фаворитом турнира были десногорские атомщики. «Сильная команда, очень много хороших игроков. Стараются, много молодежи подтянули». «Уровень команды Десногорска высокий. Это один из лидеров нашего смоленского баскетбола. И не только смоленского, но и областного. Команда состоит из молодых, но при этом опытных игроков. Такой, можно сказать, сплав опыта и мастерства, который позволяет добиваться высочайших результатов». Десногорским спортсменам совсем скоро предстоит отстаивать честь Смоленщины на первенстве Центрального федерального округа. 20-21 октября стартует первый тур, который пройдет на Десногорской земле. «САЭС Динамо Росэнергоатом» проведет игру с командой Курчатова. Всего в нашей подгруппе за лидерство борются семь городов. «Это достаточно долгий путь в течение лет шести мы, начиная с небольшой команды. Здесь, вы знаете, ЦСП «Динамо Росэнергоатом» нам очень помогает во всем. То есть сейчас мы уже превратились в боеспособный коллектив. Я думаю, даже на чемпионате ЦФО мы не потеряемся. То есть все-таки мы представляем маленький город. И для нас это большая гордость и большое иметь значение выступление в таком крупном турнире». Команда хозяев на протяжении этого турнира не испытывала особых проблем и достаточно легко всех обыгрывала. Но в матче за первое место атомщики столкнулись с достойным соперником. СФМИ навязала настоящую борьбу десногорцам. В результате тяжелой борьбы со счетом 58-52 золото все-таки взяла команда «САЭС Динамо Росэнергоатом». Серебро у студентов, тройку призеров замкнула команда «Техстрой». Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ. Россиян подключают к новой накопительной пенсии без их согласия. Выплата взносов в зарплат в негосударственный пенсионный фонд будет происходить автоматически. А для отказа потребуется написать заявление. Коснется это 70 миллионов человек, которые уже находятся в накопительной системе. На территории региона с 24 по 28 сентября проходила неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции проводили в этот период профилактические мероприятия, которые направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 26 сентября сотрудники ГИБДД и инициативная группа родителей провели еще одну акцию. Сотрудники ГИБДД совместно с родительским патрулем и представителями образовательных учреждений дежурили возле школы и детского сада. Участники рассказали школьникам о важности применения светоотражающих элементов на одежде и о том, как правильно и безопасно переходить в проезжую часть. До родителей и водителей сегодня мы хотели донести элементарные требования безопасности правил перевозки детей, о том, что необходимо детей перевозить с использованием детских удерживающих устройств. Госавтоинспекторы призвали родителей быть примером для своих малышей и использовать ремни безопасности. Стражи порядка проверяли, как водители используют детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей в автомобиле. С родителями-автомобилистами сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы и раздавали памятки по правилам перевозки детей в автомобиле. А маленьким участникам дорожного движения полицейские вручили фликеры. Госавтоинспекция и родительский патруль надеются, что постоянная работа подобных мероприятий поможет значительно снизить количество аварийных ситуаций с участием детей и подростков. Проект «Росатом. Вместе», который стартовал в этом году во всех атомных городах, активно продолжает свою работу в Десногорске. 28 сентября сотрудники Центра культуры и молодежной политики совместно с учениками первой школы организовали флешмоб «Росатом. Вместе. Десногорск» в поддержку новой программы. Подробности в нашем сюжете. В начале занятия ребята получили подарок – футболку с логотипом проекта. Сотрудники Центра культуры подготовили для детей увлекательные задания. Школьники собирали пазлы, играли в крокодила. Суть игры заключалась в следующем. Один из игроков должен пантомимой показать загаданное слово, а остальные участники должны его угадать. Эта игра способствует развитию мышления и учит детей строить логические цепочки. Все участники остались довольны. «Я испытала массу эмоций. Мне всё очень понравилось». «Подружились, стали командой. Одна единая. Это вот наши подарки. Классные». По словам методиста Центра культуры и досуга Оксаны Шейфель, такие мероприятия необходимо проводить для объединения детей. «Эти мероприятия, они настолько объединяют, вот действительно в единое целое, в одну большую команду. И чем больше нас будет в нашей команде, тем единей, тем сильнее мы будем. То есть я думаю, что это настолько необходимо, что мы должны объединяться в любом случае. Мы должны проводить такие проекты, такие мероприятия, чтобы о них знали и о них, конечно же, говорили другим школьникам, своим друзьям, в семье, допустим». Завершилось мероприятие задорным и веселым танцем. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В России начался осенний призыв в армию. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, до 31 декабря этого года на срочную службу будут набраны более 132 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Число призывников в сравнении с прошлым годом сократилось. Это связано с увеличением доли военнослужащих по контракту. А теперь коротко о погоде. 2 октября в Десногорске будет пасмурно, вечером возможен дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 6. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!